Привет, друзья! Сейчас очень холодно, минус 29 градусов, я очень замерзла, потому что мы не могли попасть в дом. Вообще мы не могли попасть в дом, сегодня воскресенье. Мы пробовали 4 раза, начиная с почтельника, вот как мы поставили осушитель. Почему? Потому что у нас очень плохая дверь. Нам сделали дверь какую-то стандартную. Ну мы просто ее поставили, согласились, ну как-то, не знаю, предложили мы и не подумавши. Но и она, в общем, какая-то очень, видимо, дешевая, как вы видите. Она, очевидно, без терморазрывов, и она вся измерзлась из-за влажности, из-за внутреннего ничего. В общем, мы не могли просто открыть эту дверь, пробовали несколько дней. И сейчас, наконец-то, у нас получилось. И Тони с первой попытки минут 10 мы с ней провозились, попытались. В общем, видите, все-все-все тут позаверзало, прям все замки. Вот это, видимо, штука, как мы поняли, вот этот язычок западает. Фух, ну а не беспокойтесь, нам, пообещали нам компенсировать затраты на эту дверь. Стоила она 23 тысячи дверь с доставкой и установкой. И плюс еще, когда мы закажем новую, туда добавят стоимость демонтажа этой двери. И, в общем, возьмем уже новую, получше, с терморазрывом, чтобы прям попал побогаче, да? Закрыть, так и все. В общем, не были мы здесь уже неделю. Что у нас, какие изменения? Я вижу, что у нас вообще хорошо все подсохло. Штукатурка, штукатурка подсохла. Здесь нам вывели, сделали вот эти выводы под водорозетки, которые были замурованы везде. И под канализацию. Это у нас для туша. Вывод. Здесь так все капает. Но это вывод оттуда капает. А, что у нас с осушителем? Осушитель у нас работает. Не вижу, есть ли в нем вода. Давайте посмотрим. Вроде, да. Так, здесь нужен вспышка. Так, не пойму, почему-то вспышка не включается. Странно. Ладно, сейчас не буду разбираться. Вода в трубке есть. Сейчас он показывает 49. Как вы помните, мы начинали с 64. Вот тут что-то происходит. Здесь у нас абсолютно сухо. Но у нас вот здесь стоит, как бы, в войлер. Войлер здесь супер сухо. Ну, в других повлажнее. Повлажнее. Ну, возможно, нужно перенести его куда-то в другое помещение. Посмотрим. Так, лестница. Что у нас еще изменения? Как вы помните, у нас здесь неправильно был выведен капель под бра. Все, сейчас его перенесли. Он стоит, где нужно. В бойлерной сейчас вообще супер сухое окно. Там прямо высушивает. Вообще идеально. На втором этаже нам также сделали водорозетки. И что? Ну, и здесь, собственно, уровень точно такой же штукатурки. И, я так понимаю, еще не шпаклевали. Не шпаклевали нигде. Вот еще одна комната у нас. Вот такой из нее вид. Тоже здесь чуть-чуть влажновато. Такие стены. Как бы показать их прямоту, равноту. Ну, вроде ровно вот так, да? Тут, конечно, хорошо бы все это проверить, но вроде визуально нормально. Может быть, потом проверим попозже. Здесь что-то принесли. А, это у нас от фасада. Фасадчики сейчас делают как раз-таки на балконе. И вот они здесь оставили. Сюда принесли наши сетки для окон. А, еще не делали, кстати. Должны были еще делать подрозетники, но пока их не сделали. А, их, наверное, в самом конце будут делать. Давайте посмотрим, что на балконе. Вот такой у нас выход на балкон. И вот сейчас тут делают фасадчики. Ой, с балкона сразу теплом понесло. Все запарило. В общем, вот так сейчас выглядит. Тут стоит такая штука. Я дальше не пройду. В общем, продолжаются работы. А вот и райончик утренний. Сейчас 10 утра у нас. Красота. Так вот, еще кабинет я показала. Ну, под кабинете, собственно, тоже ничего интересного. Все на таком же уровне, как и везде. Вот, кстати, и уровень, да? Да, можно что-нибудь им проверить. Так. Да, все равно, кстати, хоть и влажные, но видно, видно, что гораздо чище стали. Ну, суши окна. Гораздо суше, чем были. Так что потихоньку здесь осушается. Вот еще раз быстро покажу. Смотрите, на втором этаже я еще не открывала. Здесь у нас коллектор теплого пола. Здесь вот для него розеточка сделана. И вот насос, который идет на второй этаж. И вот это все, это чтобы регулировать. Здесь подписано санузел, кабинет, спальня 1, 2 и спальня 1. Вот. И такой же у нас на первом еще этаже. А вот, смотрите, нам фасад доделают. Вот это вот, как вы видите, столб сделали, плиту. А еще сейчас изнутри покажу. Вот здесь сделали вот так потолок. Вот здесь светильник какой-то будет. Сейчас, получается, вот здесь готово. И сейчас делают вот этот столб. Вот. А, ну и вверх. Вверх вот этот тоже. Приехали мы. Поехали мы выбирать, значит, дверь. Дверь себе входную по магазинам. И тут мы проехали мимо центрального рынка. Здесь продают елки. Сейчас хотим посмотреть. Может, что-нибудь возьмем. Но они... Вот это, получается, что, елка такая с такими короткими? А с длинными пихта, да? Так, давайте спросим, что какие здесь цены. Вот такую мы посмотрели. Она маленькая. Сказали, что отдадут нам ее за 3 тысячи. Ну, видимо, по скидке. Ну, как маленькая. Ну, вот она. Сейчас покажу. Получается, как я. Чуть выше. Это вот самая маленькая, которую мы нашли. И вот такая, получается, где-то метр восемьдесят примерно. Она будет 3 тысячи стоит такой. Остальные все большие. Даже не знаю, сколько они стоят. Даже спрашивать не буду. Не знаю. А у вас какие цены на елки? Ну, хотя сегодня еще, наверное, время такое, когда можно гнуть цены большие за неделю, да, до Нового года. Столкнулись мы с такой проблемой и выборе дверей, что у нас почему-то все сайты неактуальны. Я спрашивала у них, у людей, звонила им. То, что есть наличие на сайте, то у них нет наличия на складе. И так вот я, наверное, магазинов 5 или 6 спрашивала. В общем, у нас продают все одно и то же. Вот эти вот двери, сейчас покажу. Нам тут нужна дверь с терморазрывом. И они вот все выглядят одинаково. Типа вот такой. Вот, как этот Гранд Термо, например. Вот видите, он просто обычный вот этот вот покрытие металлическое и все. И вот такие еще тут есть. Ну вот он 63 тысячи, но он с таким, со стеклом. Вот и все. А я видела еще, ну мы нашли, в общем, продаются еще такие классные, красивые, где с двух сторон МДФ панель. То есть она не только изнутри, вот такая. Ну это другая дверь, сейчас примерно покажу. Вот тебе, знаете, есть всякие такие покрытия, они не только внутри, а есть где и снаружи. И она стоит не очень дорого. Но я везде, где на сване, где ее нет, везде закончилась. Поэтому мы пытаемся сейчас найти. Нам вчера звонили фасадчики. И они же нам, ну, предложили, что они могут, что они могут поставить прожекторы. Ну как раз у них здесь леса стоят. Вот те уличные, которые наверху. А у нас мы взяли прожектор, который RGB, в общем, он разными цветами мигает. И, в общем, они его не выключили. Здесь видите, какой режим. Блин, а в камеру-то не видно, но вроде видно. Режим, который меняет цвета. Вообще у нас есть пульт, по которому можно настроить. Но мы пульт не взяли, он у нас дома остался. В общем, они так и оставили. Он у нас теперь всю ночь, видимо, соседям светил разными цветами. О, Песель, привет. Привет. Очень рад нас видеть. Что у нас, значит, сделали фасад? Почти, как я вижу вот здесь. Оп. Доделали. Остались вот здесь углы, видимо. Но мне кажется, что, да, их же тоже нужно сделать. Вот как здесь, наверное. Вот такими штуками. Ну, да. По-моему, только до конца отсделать. Все остальное вроде бы похоже на готовое. Так, а вот это, кстати, блин, а как у нас еще же бытовку будут забирать? На следующей неделе. Сказали, можно не продлять. Ее приедут забирать. Ну, а как они сюда заедут, если здесь такой срач? Так, дверь, кстати, смотрите, открылась. Сейчас, потому что тепло на улице сегодня вообще ноль, по-моему, или плюс один. А, и вот такой ветерок поставили. Тепленький. Непонятно, кстати, где этот прожектор-то включается. Так, что тут по изменениям? Как я вижу, изменений никаких нет. Почему-то на этой неделе вообще все остановилось. Просто ничего не делали. Мы еще убрали осушитель, вон, поставили. Думали, потому что будут штробить розетки. У меня как раз связался, спросил электрик там по плану, все ли у нас остается так, как было. Это было, по-моему, недель, вторник. В общем, потом он просто перестал выходить на связь. Как вы видите, ничего не произошло. Никакой шпатлевки, никаких розеток нам не сделали. А еще тут пока все так же. Что на втором этаже? Так, это я вроде показывала, да, нам вернули. Вот, кстати, мой осушитель, блин, зря убрали. Очень влажно, я прямо сейчас чувствую, что на лестнице здесь знали бы, не убирали бы. Да, да, абсолютно ничего здесь не произошло. Ничего не сделали. Вот, кстати, ручку. Оп! Не до конца закрывают. Получается, только фасад. Только фасад и сделали. Ну, либо вот за стендом можно. Я просто не знаю, вы на какую сумму рассчитываете? Ну, примерно до 50, да. Ну, тогда получается 46-600 плюс... Ровно. Ну, они конструктивно одинаково. Ну, да. Про это и говорю. Они только за счет того, что снаружи... Ну, и изнутри здесь... Ну, здесь тут красиво изнутри, все равно. Так, и если про вот это поговорим, то есть, ну, как на стенде есть, а есть в меди, вот в таком цвете. О, кстати, вот такой коричневый. Да, да, есть в меди. Нам больше подойдет к посаду. Правая медь... А, левая. А, левая. Левая. А вообще, вообще, если на заказ делать, то вы можете выбирать. Но отождать придется. Вот этот завод Алмаз, там не три месяца, там получится полтора месяца. Тогда можно выбирать любой цвет и выбирать любой цвет по предоплатам 50% остальное на монтаже. А по стоимости они так же получаются, если заказывать? Да, абсолютно так же, да. Так она и будет. Тридцать девять сосуд. Так, узали мы сейчас в этом салоне. Это монолит двери. В общем, сказали, что... Почему, видимо, везде они пропали с МДФ двух сторон. Раньше они такой покупали и сейчас перестали, потому что МДФ все равно через год портится, начиная от холода. В общем, сейчас отказались. Ну, вот такой вариант нам предложили. Как я показала. Еще есть такой же, дороже на пять тысяч. Там какой-то рисунок сделан из двух листов металла. Еще можно сделать на заказ. В общем, вот, надо подумать. Еще сейчас пообедать. Приехали в Броско Мол. Броско Мол. Очень мне нравится. Смотрите, кто из Хабаровска. Вот Хо. Там готовят вьетнамскую еду. И вот Суп Хо Го. Очень вкусно. Очень насыщенно. Прямо как в Витаме. Еще там разные добавки дают. Короче, добавляйте, и все. Получается классно. И мяса много. Суп Хо Го 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 Г